А потому силе духа этих людей можно только позавидовать. Отсутствие рук или ног совершенно не мешает паралимпийцам показывать хороший результат на воде. Они борцы, они не палят духом и живут с лозунгом по жизни «Я могу». Соревнования среди пловцов с особенностями здоровья такого масштаба проводятся в Бресте впервые. Тем не менее, отзывы от участников о турнире только положительные. Выступать мне здесь в какой-то степени проще, потому что это мой родной бассейн. Я здесь начинал, можно сказать, свою спортивную карьеру и большую часть своей жизни я провел здесь. А по поводу преимущества я бы не сказал, потому что я считаю, что мы все в равных условиях. Насколько я знаю, Россия приезжала на сбор, в Беларусь готовились. Поэтому я думаю, что мы примерно в равных условиях. В принципе, всем соревнованиям, которые сейчас в мире происходят, из минусов можно отнести то, что на чемпионате мира много стран, сразу немножко другое, другое такое внутреннее состояние, когда на старт выходишь. Тут чуть попроще, чуть помягче, именно морально спокойнее себя чувствуешь. Но опять же, соревнования есть соревнования, на любых нужно выкладываться по максимуму. Среди участников турнира есть паралимпийцы, которые уже давно заработали себе высокий статус и уважение не только в спорте. Алексей Талай – отличный тому пример. Соревнования не самые крупные, но престижные. И они проходят не в простое время сейчас, когда где-то мы чувствуем спортсмены, паралимпийцы на себе дискриминацию, поражение в правах человека, когда нас не допускают до соревнований. Мы должны и даем свой ответ. Что у нас достаточно развита спортивная инфраструктура, как в Белоруссии, так и в России. Мы имеем возможность проводить турниры на самом высоком уровне. И сегодня здесь, в Бресте, проходят соревнования, где участвуют наши братья из России, в том числе из Донецка, из Донецкой Народной Республики. Мы рады тому, что мы имеем возможность увидеть друг друга, обняться, пожелать успехов в заплыве. Это важно. И как бы тяжело ни было, мы справимся обязательно. Более 160 спортсменов разных возрастов. Каждый из них с небывалой волей к победе и к жизни. Человеку, который привык жаловаться на свои неудачи и кого-то в них обвинять, стоит один раз посмотреть на этих чрезвычайно сильных духом людей, чтобы понять, что по сравнению с ними его проблемы просто ничего не значащий пустяк. По судейству, соревнования очень специфические. Даже они у нас проходят первый раз, вот именно такого масштаба и с таким именно контингентом. Многие, вот я сейчас разговаривал даже со зрителями, с нашими, многие просто не ожидали, так сказать, что люди с таким поражением могут заниматься спортом. Они настолько активны, настолько целеустремленные, в общем-то, такие жизнеспособные ребята. При всех, вот скажем, нехватках в физическом плане. Соревнования будут проводиться в течение четырех дней. За это время участники поставят новые рекорды, улучшат собственные результаты, получат ценные призы и медали. Конечно, для них это не главная. Основная причина проведения подобных соревнований – показать всем, что город над Бугом – это место единения всех людей. И подобные состязания – прямое тому подтверждение.